Можете присаживаться. Я хочу небольшим словом вступительным поделиться. И я назвал его очень странно по эпизоду одному, который произошел в моей жизни. Я его назвал так «Мультик или уроки». На самом деле название странное, ни о чем он не говорит, пока я не расскажу то, о чем я хочу говорить. И я думаю, что благодаря этому названию вы каким-то образом это слово запомните. Я хочу прочитать послание к евреям, 11 глава с 13 стиха. Высветите нам, пожалуйста. 11 глава послания к евреям с 13 стиха. Мы видим, в Евангелии читаем такой эпизод в Писании. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники-пришельцы на земле». Дальше. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот этот стих пусть пока будет с нами. Высвечен на экран. Я хочу мысль главную выразить, о которой я буду говорить, что мы очень часто не соизмеряем важность и приоритеты в нашей жизни и цели, которые у нас могут быть или есть, по степени их важности, и нацеливаемся серьезно на то, что на самом деле второстепенно. Мы порой так, может быть, мы так устроены, или у нас такая природа в какой-то мере, что мы нацеливаемся очень серьезно на такие второстепенные вещи, которые вообще даже не стоят нашего внимания. Смотрите, здесь Бог не стыдится их называть себя их Богом, потому что они обладали очень важным качеством. Они обладали качеством, которое, написано, они стремились к небесному, к лучшему, к небесному Отечеству. Хотя, кто они и как они стремились, отмотайте назад с 13-го самого же стиха. Смотрите, они умерли в вере, видя, издали обетование и радовались, говорили, что они странники и пришельцы. Они, проживая жизнь на земле, видели как-то отдаленно отклики будущих благословений Божьих, и их это не смущало. Они могли смотреть не в перспективе года ближайшего моей жизни, двух лет, трех лет, и причем, как у меня финансово, как я живу, как у меня устроено что-то. Они могли смотреть не на вот это видимое и фокусироваться, а смотреть на то, что Божье и то, что лежит дальше. Есть такое выражение, что человек порой не видит дальше собственного носа. Он способен смотреть только в ближайшее свое окружение. И это сильная сегодня проблема. Когда мы фокусируемся, глядя на вот эти вещи, которые лежат близко к нам, мы не можем посмотреть на то, что лежит дальше. И Писание говорит, 14 стих, мы еще раз это прочитаем, ибо так, которые так говорят, они показывают своей жизнью, они самим собой показывают, что ищут Отечество. Они нацелены на что-то, они не бесцельные люди, они не просто, мы странники, пришельцы, такие безумные здесь на земле, мы не знаем, что происходит, куда мы идем, кто мы такие, мы не знаем ничего. Мы знаем, мы ищем Отечество. И когда люди задавали им вопрос, смотрите 15 стих, они говорят, какое Отечество? Ты откуда пришел? Я с той земли, я с этого народа, я с этого поколения, я с такой традицией, я с такой культурой. Они говорят, нет, мы не этого ищем. Мы в мыслях имеем не это Отечество, из которого вышли. Так бы мы возвратились, мы бы прилепились к тому, на что мы сфокусированы. Обратите внимание, он говорит, если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Когда мы начинаем фокусироваться на вещах, которые лежат очень близко, мы настолько поглощены ими, что мы стремимся к ним, и мы посвящаем всю свою жизнь. Вы поймете сейчас, о чем я говорю, немножко дальше. 16 стих, но говорит, они стремились к лучшему, они смотрели на небесное. Может быть, звучит для кого-то пафосно или высокопарно, но Писание говорит, так, как они смотрели на это небесное, Бог их не стыдился. Они, по сути, взирали на то, что Божье, на то, что Бог положил, или, скажем, имели способность не фокусироваться сильно на том, что происходит здесь сейчас. Я почему назвал эту тему мультик или урок, и у меня был один эпизод. Для кого не секрет, что дети любят смотреть мультики и смотрят их иногда, по крайней мере. И мы стараемся этот процесс регулировать как-то, чтобы они не переусердствовали в этом. Но это дети, да. И я смотрел в детстве мультики, и многие из вас тоже смотрели. И однажды был эпизод, когда мои дети сидели, смотрели, и старший мой сын, хотя 13 лет, и вроде уже не до мультиков, должно бы быть, он прибежал и сел, и тоже начал смотреть. И я задал ему вопрос, или жена моя задала вопрос, «Ты сделал уроки?» Он говорит, «Ну я, нет, я еще не доделал, я сейчас вот посмотрю и доделаю». И я говорю, «Иди делай уроки». И в этот момент, я верю, что Дух Святой коснулся моего сердца, и меня пронзила мысль, насколько порой Отец Небесный смотрит на нас в подобной же ситуации. На что мой сын мне ответил, «Ну, какие уроки, я сейчас досмотрю». Знаете, он так неохотно, и буквально мне пришлось его силой выпихивать. И я вдруг увидел внутри себя вот точно такую же картину по отношению Бога ко мне. Когда мы понимаем, вот я как Отец понимаю, что сейчас время, которое ты провел перед экраном, пусть даже посмотрев простую, может быть, такую нейтральную историю, мультяшную, о чем-либо, оно потрачено бесцельнее, чем если бы ты пошел и начал делать уроки. Это вклад в твое будущее, которое, несомненно, важнее для тебя. Это вклад в будущее, которое принесет тебе, несомненно, большую пользу, хотя и... я хочу, чтобы вы поняли мысль. То, что он сейчас имеет возможность посмотреть, прямо сейчас, дает ему результат здесь, наслаждение, интерес и так далее, чем то, что он пойдет и будет прилагая усердие делать какие-то уроки, которые, может быть, скучно, тяжело или что-то еще, но являются вкладом, крупицей в его будущее развитие. И мы понимаем с вами, как родители, дети могли бы сказать, вообще мы не хотим делать никаких уроков, но мы понимаем с вами, как родители, послушай, эффект урока, он не сиюминутный, он не мгновенный, он может быть незаметный. Ты решил 10 своих примеров по математике, и ты не стал математиком, ты не стал умнее, может быть, ты не стал более там каким-то прогрессивным, но в тебя посеялась крупица в твое развитие. Порой в молитве то же самое, мы говорим, что вот, я помолился, ничего не произошло, эффекта не было, я двигаюсь к Божьему призванию, это тяжело, я не вижу результата, я не вижу перспективы, я не вижу, вот легче сегодня сфокусироваться на том, что мою жизнь как-то украсит, разнообразит, у меня появляется хобби, у меня появляется возможность заработать, у меня появляется возможность себя в чем-то реализовать, и мы склонны вот так вот обращать внимание на это ближайшее, то, что нас насыщает, то, что легче, то, что можно сесть, как мультик, посмотреть, и ты ушел впечатленный, разгоряченный этими эмоциями, но я, как отец, смотрю на это и сокрушаюсь. И, друзья мои, я думаю, что когда Бог смотрит на мою жизнь, я не буду сейчас кого-то брать в пример, Он очень глубоко видит мое сердце. Если я называю себя странником и пришельцем, тем не менее, я хочу, чтобы вот этот 16 стих сейчас был перед нашими глазами, если я называю себя я странник и пришелец здесь, Господь, я посвященная тебе душа, но тем не менее, Он видит, что я смотрю и я сфокусирован, я нацелен на вот ближайшие перспективы моей жизни. Мне хочется улучшить свое финансовое положение, что, в принципе, вполне нормально. Мне хочется увидеть какие-то результаты моих служений, мне хочется добиться чего-то в жизни или еще, еще, еще. И я понимаю, что Он, видя мое сердце, может быть, в какой-то момент времени начнет стыдиться меня, хотя я говорю это в кавычках. Здесь Он не стыдился тех людей, которые смогли поднять свои глаза от земного, вот этого ближайшего, поднять к небесному, к далекому, хотя они не получили результат. Хотя они не увидели результата, они умерли в вере, не получив обещанного, но они радовались, они говорили, мы причастники чего-то великого. Это то же самое, как если человек радуется, что он часть какой-то компании большой, какой-то, может быть, сильной корпорации, я работник компании IBM или Microsoft, и люди завидуют, говорят, о, как здорово, как тебе повезло, что ты в этой компании. Но эта компания может быть через 10 лет развалиться, ее может быть не стать. Как не стало многих компаний, которые сегодня, когда-то телефоны Nokia, это был вау, все говорили у тебя, Nokia, вау. Что сегодня с Nokia? Достаньте 33 действия из кармана и увидите реакцию окружающих. Время расставило все на свои места, и это стало пшиком. Но когда сегодня мы говорим, что мы граждане небесного царства, мы понимаем, что мы соприкасаемся с вечным. Я хочу прочитать еще одно место священного писания. Я хочу привести еще, может быть, такой пример, достаточно радикальный. Числа, 11 глава. Народ стал роптать слух Господа, когда выходил из Египта, и Господь услышал. И воспламенился гнев его, возгорелся на них огонь Господень, и он начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей, и утих огонь. И нарекли ему место симута вера, потому что возгорелся на них огонь. Господень, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы и сидели и плакали, и говоря, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, лук репчатый и лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, и нет ничего, а только манна в глазах наших. Ну и дальше небольшое писание, что манна была подобна семени, народ ее собирал, когда роса, я пропускаю немножко. И вообще в 10 стих говорит, что прискорбно это было для Моисея. Для чего ты мучаешь раба? Почему я не нашел милости перед очами, что ты возложил на меня бремя всего народа? Разве я насиловал во чреве народ все? И дальше идет описание, как он молился об этом, и Господь сказал, 18 стих. Я там пропускаю немножко, потом коснемся, может быть. Народ сказал, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то даст Господь вам мясо и будете есть. Не один день будете есть, не два, не пять, не десять, не двадцать, но целый месяц, пока она не пойдет из ноздрей ваших и не сделает для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, который среди вас и плакали перед Ним и говорили, для чего нам было выходить из Египта? Я хочу, чтобы мы в этой истории увидели, насколько страшно, когда у нас нет вот этой вот духовной мудрости, силы или способности поднять свои глаза и быть, взирать на небесное, взирать на Христа. Нам кажется, что это может быть религиозные рассуждения, очень красивые, но факт остается фактом. Смотрите, Господь говорит, я накормлю вас мясом. Они начали плакать, они говорили, мы ели рыбу даром, мы ели мясо, от чего они плакали? От того, что идя в пустыне день за днем, они видели этот песок, они видели эти иссохшие земли, и шаг за шагом они вдруг начали осознавать, что в выходе из Египта нет ничего радостного. Это манна, каждый день одна и та же, и они начали опускать свои глаза на повседневное и смотреть, день за днем моя жизнь не приносит мне ничего радостного. А что радостное было? Они в мыслях своих обратились к своему плотскому, плотским желаниям, которые они выразили очень хорошо. Он говорит, мы помним, пятый стих, мы помним, пятый нам, вы светите, рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, и репчатый лук, и чеснок. Они вспоминали то, что в Египте для них было доступно, то, что наслаждало, их удовлетворяло. Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на это с такой духовной перспективы. День за днем мы можем проводить жизнь на этой земле и смотреть на людей, которые сегодня имеют больше возможностей, чем имеем мы. Порой нечестивым богатством они имеют возможности летать и отдыхать за морские страны. Они имеют возможности иметь какие-то более лучшие машины, крутые гаджеты, питаться более лучше, чем мы, одеваться, может быть, более стильно. И порой эта сеть, которая расставлена вокруг Божьего народа, она начинает действительно затягивать людей. Они опускают свои глаза с Голгофского креста, они начинают смотреть на повседневную реальность своей жизни и говорить сами в себе. А если бы я хотя бы имел возможность, такие же, как имели эти неверующие люди. По сути, как Израиль вспоминал, он говорит, мы были в Египте, да, мы были рабами, но там, знаете, что, были бонусы, были бонусы в виде рыбы, бесплатной. Он говорит, мы ели ее даром, нам, наверное, ее выдавали или что-то еще. Эти бонусы в виде лука, чеснока, мяса, что они еще там, дынь ели. И вы знаете, когда эти люди начали смотреть на это и сокрушаться, они пришли к такому ужасающему положению, что Господь сказал в 20 стихе, 20 стих, Господь подчеркнул их состояние, Он говорит, вы плакали перед Ним, говоря, для чего нам было выходить из Египта. Друзья мои, я понимаю, что для народа, возможно, манну уже против, он говорит, это негодная пища, они день изо дня ели одно и то же, но когда Господь смотрел со своей позиции, Он рассматривал манну как его хлеб, как его благословение. И проблема или, скажем, состояние народа было только лишь в том, что Моисей мог взирать на Господа, взирать на невидимое, взирать на ту страну, в которую они идут. Тот же Иисус Навин или еще другие мужики, они имели иной дух, они имели иной взгляд на жизнь свою, они взирали на то, куда они идут, и что впереди их ожидает. И если сегодня мы с вами позволим вот такому состоянию в наше сердце проникнуть, когда мы начнем, мы на самом деле, каждый из нас, я говорю это очень серьезно, каждый из нас может опустить свои глаза от Голгофа и посмотреть свою жизнь и найти тысячи причин, чтобы начать роптать на Господа. В нашей жизни не все усеяно лепестками роз. у многих из нас нет в жизни возможностей, о которых мы бы мечтали. Я не говорю сейчас за свою жизнь или за жизнь конкретно кого-то, но сегодня, если вы посмотрите в церкви, в Божьем народе, сегодня многие люди живут в ограниченном финансовом состоянии. Сегодня многие христиане, они живут на самом деле в каких-то скудных условиях, и это есть по всему лицу земли. Сегодня многие христиане, они не могут порадоваться даже или, скажем, порой они могут сказать Богу, знаешь, Господь. Даже в таких вещах, я хочу, чтобы мы были прямо откровенны в этом. Порой люди, которые уже в возрасте, скажем, ближе к среднему, и они не создали семьи, они могут сказать Богу, Бог, но ты же обетовал, ты обещал, но не получается ничего. Они могут опустить свои глаза на то, что происходит вокруг и начать искать много-много причин для ропота, говоря при этом, что нам в церкви есть какие-то запреты, а если бы я была в мире, я бы давно вышел замуж. И можно найти очень много относительно финансов, относительно здоровья, относительно стиля жизни, относительно требований к чистоте, к личной жизни и так далее, и так далее, и так далее. И вплоть дойти до того, как израильский народ, что можно опустив свои глаза, посмотреть в эту жизнь и сказать, вот в мире им хорошо, они хотят удовлетворить потребности свои, расслабиться, они делают это. И они живут точно так же, как и мы живем. Но когда мы опустим свои глаза, уподобився Израилю, мы переходим в ту категорию, которая, как Писание говорило в послании к евреям, Бог стыдится их. Если Бог не стыдился тех, значит, есть тех, кого Он стыдился. И тот Израиль, который опустил глаза и говорил, о, если бы мы остались в Египте, мы бы жили сейчас, мы бы ели, мы бы наслаждались, а что у нас эта негодная манна? Это был такой плевок в лицо Богу, вызов, такой, знаете, ропот, у которого гнев Господний воспламенился. Вы знаете, друзья мои, я понимаю, что Бог, как отец, я возвращаюсь к этой истории, мы сейчас будем молиться, возвращаюсь к той истории, которая произошла с моим сыном, о которой я рассказывал, я понимаю, что как отец, я продолжаю его любить, несмотря на его выбор, остался ли он смотреть мультики или пошел он делать уроки, я продолжаю его любить, но мои действия по отношению к нему, они разные. В одном случае, когда он остался бы смотреть вопреки моим пожеланиям, воспламенился бы гнев мой на него в любви, потому что я не хочу, чтобы он стал вырос пустым, бесцельным человеком, и я не позволю, чтобы в этот момент он, пойдя против моей воли, остался исполнять свою плотскую волю, я приложу усилия, я подниму, я создам вокруг него, может быть, какие-то тяжелые, трудные условия, да, я там его силой своей направлю, чтобы он направился к свету и пошел делать уроки. И вторая ситуация, когда он осознал и сказал, да, папа, может быть, сейчас посмотреть мультик интересней, но я пойду делать, потому что это важно для меня, это важно для моего развития, мое отцовское сердце было бы каким к нему? Радостным и расположенным, хотя я его любил и в том, и в том случае, но мое сердце расположилось бы к нему, я хочу, чтобы мы были с вами людьми, которым Божье сердце расположено и это реальность. Если мы с вами, друзья мои, осознаем, что Писание имеет очень четкие инструкции, и Господь говорит, вот моя манна, примите ее, ешьте, станьте на путь, в который вы принимаете мою манну, питайте себя ею, пусть люди будут смеяться, что чистота и святость сегодня она не в почете, но это моя манна, верность супружеская это моя манна, почитание друг друга выше себя, один другу выше себя это моя манна, пребывание в любви друг к другу это моя манна, покрыть недостатки друг друга это моя манна, послужить ближним ударом просто без всяких ожиданий воздаяния это моя манна, и когда Господь увидит сердце, что манна его стала для нас ценной, ценнее, чем египетские плюшки, ценнее, чем там разного рода рыба бесплатная, мясо и так далее, и так далее, сердце Бога будет очень расположено к вашей жизни, я не пытаюсь сейчас обещать вам от Бога каких-то особых воздаяний, но я хочу сказать в виде священного писания, что когда у человека появляется достаточно, не знаю, мудрости или сил поднять глаза от вот этого земного и посмотреть на небесное, оценить Божью манну как бесценный великий вклад, то, что приводит и приближает вас к Богу, сердце Бога совсем будет расположено к вам по-другому, и придет момент, когда вы будете пожинать, когда вы увидите, что вдруг ваша финансовая жизнь, она не стала более, знаете, какой-то мега супер обеспеченной, но вы ощутили силу благословения в достатке, вы перестали быть человеком, который постоянно трепещет из-за того, что денег нет, из-за того, что финансовый недостаток, вы ощутите покой Божий, потому что Бог позаботится о том, чтобы достаток наполнил вашу семью, когда мы начнем ценить эту Божью манну, вы увидите силу верности, силу Божьего слова, силу благословения, силу благодати, потому что вы подняли очи к горам, откуда приходит помощь, мы с вами стали уповать на Господа, не на то, что сегодня мы с вами можем делать, не на то, что сегодня мы пытаемся, может быть, как-то какие-то попытки, но мы стали людьми, которыми Бог доволен, которые Бог не стыдится, я хочу быть таким человеком, чтобы Бог не стыдился меня и моей семьи, чтобы Бог мог всегда перед любыми небесными силами сказать, это мой человек, это мое дитя, он прилеплен ко мне сердцем, он ценит мою манну, он ценит то, что ценно для меня, для него ценности мира ничтожны, он смог поднять глаза, он смог посмотреть дальше, чем просто собственные нужды, давайте поднимемся сейчас, мы будем с вами молиться, мы проведем это время в молитвенном состоянии, я очень нуждаюсь в том, чтобы мы не просто сейчас пели, мы не просто сейчас провели это время, как обычное время пения, я очень нуждаюсь в том, чтобы мы провели это время с Иисусом, провели это время, поднимая свои глаза к небу, поднимая глаза свои к Господу, поднимая глаза свои к Богу, откуда приходит наша помощь, я верю, что Он сегодня смотрит в каждое сердце, Он сегодня бодрствует над каждым сердцем, Он сегодня трепетно смотрит в каждое сердце, Господь, во имя Иисуса Христа, мы очень нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся, чтобы Дух Твоей славы сегодня наполнил это собрание, мы нуждаемся, чтобы Ты сегодня говорил в наши сердца, Господь, поведи нас в этом, поведи нас в этом, мы нуждаемся, чтобы Ты сегодня говорил, мы хотим это время проводить перед Твоим лицом, перед Твоим троном, я знаю, что есть состояние, в котором Ты доволен нами, Ты не стыдишься нас, в котором Ты видишь посвящение сердца, Ты видишь, насколько мы преданы Тебе, насколько мы мудры в Тебе, насколько мы ожидаем, желаем слышать Твое Слово честно, насколько мы настроены слушать Твой голос, Господь. Господь, Ты сегодня хочешь говорить Свой народ, но мы порой не способны слышать, потому что мы видим лук, дыни, мы видим рыбу египетскую, мы видим мясо, мы хотим перепелов, мы хотим, чтобы это наполняло нашу жизнь, в том числе, как и Божья манна. О Господь, сегодня так много людей хотят соседства, хотят с одной стороны, чтобы в сердце стоял Божий холодильник с манной, но она не хранится в холодильнике. С другой стороны, мы хотим, чтобы стоял сосуд с египетскими продуктами, мы хотим второй холодильник с египетскими продуктами, Господь, но это невозможно. Я знаю, что сегодня, либо мы питаемся Твоей манной, либо мы отдаем Тебе свою жизнь, как бы это безумно ни звучало для людей мира, Господь. Я знаю, что сегодня люди смеются над этим, над посвящением Господу. Они говорят, безумцы, безумцы, Бога никто не видел, кому Вы посвящаетесь. Во имя Иисуса Христа я сейчас молюсь, Господь, выступи против всяких таких мнений. Я знаю, что кто-то был атакован такими мнениями, Господь, кто-то был под нажимом, под прессом этого общественного мнения. И эти духовные силы, они вливают в Вас сокрушение или сомнение. Сомнение в том, что сегодня вообще пища Господу, это пища угодная. И порой мы, как израильский народ, говорим, это негодная пища в наших очах. Она ничтожна, она никчемная. Господь, дай нам вкусить Твою манну сегодня. Слово Твое, это манна сегодня, которую Бог дает вкусить народу. Я верю, что это не просто, это не теология, это духовные переживания, которые сегодня Господь изливает в жизнь Своего народа. Позволь нам, Иисус, вкусить Твое Слово. Вкусить и познать, как благ Господь. Приблизиться не просто потому, что мы достойны, не просто потому, что мы заслужили это, но потому, что Ты, Царь Славы, и Ты призвал и принял к себе народ и сказал, Вы мои дети, я приму Вас. Мы хотим быть небесными. Мы хотим, Господь, я хочу иметь это сердце, в котором я имею небесное сокровище. Небесную славу, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Дай нам в это время сегодня пережить это время поклонения. Время глубокой Твоей славы, Отец. Благодарю Тебя. Наполни это время своим присутствием, Господь. Дай нам сегодня петь в сердце, сердцем петь сегодня, Господь. Петь каждое слово молитвенно, Господь. Не просто петь текст, но петь исповедание уст. Аллилуйя, Господь. Петь состояние моего сердца. Какие бы трудности сегодня не преследовали Тебя. Я верю, Дух Святой здесь. Я вижу сегодня людей, которых преследует много трудностей, на которых ополчились переживания и сильные испытания. Но, Господь, Ваше знамя. Поднимите ослабевшие руки. Утвердите сегодня Духом могущества Господа. Я не могу дать Вам утешение, но я знаю, что утешение у Него. Какие бы силы ни ополчились сегодня против Вас. Это время прийти к Иисусу, прийти к Господу сердцем, прийти к Его ногам и успокоиться у Его ног. Его покой и мир сегодня да наполнит сердце во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, Твое действие сверхъестественное, Твоя манна пусть сейчас падет, сойдет на сердца. Там, где сегодня есть беспокойство и разрушение, мир Божий приходит. Аллилуйя! Божья манна приходит. Божий поток. Аллилуйя! Благодарим во имя Иисуса Христа Господа. Так желаю быть с Тобой, Я жажду слышать голос Твой. Ты так нужен мне, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, Возьми Иисус. Поклоняюсь Тебе, Поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, Поклоняюсь Тебе, Поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, Поклоняюсь Тебе, Поклоняюсь Тебе, Поклоняюсь Тебе. известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Ох, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Ох, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. ты велики всемогущий я прославлю тебя прославлю тебя неизменный и смотри ты страдал за меня страдал за меня все мы кучи я прославлю тебя прославлю тебя неизменный а не спожж ты страдал за меня страдал за меня ты велики всемогущий я прославлю тебя прославлю тебя неизменный а не спожж ты страдал за меня страдал за меня аллилуйя тебе господь я поклоняюсь тебя ты жизнь моя господь ты сила моя я превозношу имя твое ты один достоин славы господь ты один достоин хвалы господь мы преклоняемся перед твоим величием господь мы не хотим просто формы мы не хотим создавать видимость но я молюсь господь пусть на самом деле вся наша жизнь принадлежит тебе пусть это не будут просто слова но я молюсь господь пусть это будет на самом деле исповеданием нашего сердца исповеданием нашей жизни ты велик господь вся слава тебе я молюсь господь пусть придет глубокое осознание и понимание что ты господь сделал для нас благодарим тебя благодарим тебя превозносим тебя бог наш и царь ты один достоин славы и хвалы ты один достоин чести и славословия аллилуйя иисус аллилуйя я благодарю тебя благодарю тебя мы превозносим имя твое достоин ты славы аллилуйя благодарю тебя господь Слава Богу, братья и сестры, церковь Вифиль, очень рад быть у вас в служении. Сам я из Минска, если кто-то не знает, несу служение одного из пасторов в церкви Вифания, нашей поместной. Группа ваша у нас была, как-то проводила вечер хвалы, поклонения. И я искренне рад быть в Божьем доме и быть в служении. Знаете, Слово Божие говорит, кто приносит жертву хвалу, то чтит меня, и тому я явлю спасение мое. Есть такое время, когда наша хвала – это не просто что-то обычное для нас, но оно является для нас жертвой. Наше служение, то, что мы делаем. И однажды в храме люди жертвовали. Они служили Богу своими финансами, но я хотел бы коснуться не только финансов, и в частности сказать, как Христос наблюдал за тем, что происходило в храме. И Он подозвал своих учеников, и Он сказал такую мысль им. Вот там есть бедная вдова, которая от скудости своей положила все, что имела, и она больше всех положила. Многие богатые клали от избытка много, написано, но она положила все, что имела. И порой мы приходим в церковь, мы приходим богатыми благоприятными обстоятельствами. У нас избыток нашей хвалы, молитв, радости, избыток желания послужить Господу. Повышение на работе, рождение ребенка, только забрали с роддома, исцеление. В служении прошел какой-то прорыв, и нам аллилуйя хочется сразу. Но кто-то приходит, как эта вдова, при всей своей скудости. Дома пьяный муж, который, может быть, преследовал с кулаками до двери, и жена убегала в собрание, потому что понимала, если еще 10 минут побуду, она не сможет попасть в служение. Кто-то оставил своего ребенка больным и, уезжая, вытирал свои слезы, потому что и хочется и с ним быть, и хочется в то же самое время получить какое-то обновление от Господа в служении. Кто-то потерял работу, и он понимает, что те запасы, которые есть, они заканчиваются, но работы пока нет. Но у них есть тоже своя лепта Богу. И при всей той скудости они также ложат все, что имеют. И Господь особо беседует о таковых людях со своими учениками, Он обращает на них внимание. Я хочу сказать, что лепта каждого из нас, она важна в очах Господа. И то, что мы делаем, пусть Бог поможет нам не остановиться в том, что мы будем делать. Хотел бы обратиться к тексту Священного Писания, это Евангелие от Луки, 5 глава. Очень известное место, которое мы не раз читали, не раз мы слышали на это место, я думаю, проповеди. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня прониклись этой историей. Чтобы сегодня мы увидели и попытались пережить то, что переживал в тот момент Петр. Все то, что происходило, и увидеть себя, увидеть нашу реальность, потому что Он человек, подобный нам. И то, что было там, так же часто переживаем и мы. Я читаю с 1 стиха 5 главы Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Аминь. Я хотел бы пока остановиться на этом. Вы знаете, в жизни каждого из нас иногда есть ночи, в которых мы прилагали множество усилий, но мы не увидели успеха. Это может касаться разной сферы жизни. В случае с Петром, это была его работа. И, конечно же, рыбаки отправлялись ночью для того, чтобы ловить рыбу. Утром тот улов, который они имели, что-то оставляли для того, чтобы приготовить, что-то продать, вернуться к семье. И вот в жизни апостола Петра, будущего апостола Петра, вот такой эпизод, когда всю ночь они трудились. Они не спали, они бросали эту сеть, потом ее вытаскивали, но она была постоянно пустой. Вода, ветер, где-то подчас, может быть, даже было и холодно. И всякий раз, когда бросали, вытягивали, и все, чем больше и больше время приближалось к утру, ничего не происходило. И вы знаете, братья и сестры, есть такие моменты в нашей жизни. Если мы будем искренни, когда мы выходим, может быть, молиться об исцелении, когда мы пытаемся какого-то человека привести к Богу, и мы бросаем ему и такое свидетельство, мы говорим ему и такое слово, но ничего не происходит, как бы. Все остается на пустом месте. Я помню, когда я нес служение молодежного руководителя, знаете, мы поженились на свадьбе, помню, задали вопрос, сколько вы хотите детей? Я поднялся такой самоуверенный, три сыночка, дочка, все там зааплодировали. Мне казалось, а что тут такого сложного? Есть жена, я муж, мы молоды, служим живому Богу. Знаете, первая беременность, маленький срок, и мы теряем выкидыш. Очень такое расстройство, в церкви многие знали. Потом вторая беременность и тоже на маленьком сроке выкидыш. И когда уже была третья беременность, это уже было чуть больше года, как прошло после двух предыдущих выкидышей, я уже в церкви всем сказал, ну мы прошли испытания. Теперь, ну, для себя определил, что ну третья уже. На работе знали, я тогда работал на складе, и коллектив разный был, кто-то противился, кто-то воспринимал. Но я помню, мы поехали на первое УЗИ, жена пошла в кабинет, я был возле кабинета, она вышла с кабинета, вся в слезах, дала мне листик, и когда я посмотрел в этот листик, там была надпись «Два плода, сердцебиение, прочерк». И просто у нее слезы, я зашел в кабинет, спросил, что это значит, они говорят, мы сожалеем, у вас была двойня, но в возрасте трех месяцев эти плоды умерли. Я помню, как мы вышли с этой больницы, я помню вот эту висящую атмосферу в воздухе, когда нужно что-то сказать, как мужу, как священнику. И вот это давление врага, ну где твой Бог? И я помню, что все, что я сказал своей жене, я сказал Виктория, я не знаю, почему так происходит. И мы не будем задавать Богу вопросы. Почему? За что? Даже если у нас не будет детей, мы все равно будем служить Богу, как и служили. И мы шли от Орловской до Пушкинской пешком, потом были дома. Я помню, когда я приехал на склад, один из тех, который был самый сильный такой противник, он так сказал, ну, кому-то Бог помогает. И я помню, как смеялись в той чайной комнате еще несколько человек надо мной. Я хочу сказать, есть Божий принцип в нашей жизни. «Сеется в уничижении, восстает в славе». Знаете, как нелегко сеять в уничижении. Как всегда нам порой хочется вот постоянно находиться только в славе. Но есть время, когда ты сеешь в уничижении, когда, может быть, над тобой смеются. Есть в Псалме похожий текст, что сеющие со слезами понесут свои снопы с радостью. Порой ты проходишь, и это непонятно для тебя. Следующее, что я хочу сказать, после ночи, в которой мы не увидим успеха, мы приплываем к нашему берегу разочарования, на котором мы готовы сдаться. На этом берегу находился Петр. Они уже вымывали свои сети. Возможно, Петр анализировал, как бы ему так сказать жене, почему он не споймал рыбу. Может быть, ветер не тот, нерест, еще что-то. Но ему надо было что-то сказать дома. И я хочу вам сказать, для мужчины вопрос, связанный с работой, это очень сложный вопрос. Потому что, когда люди согрешили, Бог сказал, для мужчины будешь землю возделывать, от нее питаться в поте лица, а для женщины в муках будешь рождать детей, в одном из переводов, всю жизнь будешь испытывать муки за то, чтобы вывести своих детей в жизнь. И вот интересное было исследование, когда 10 тысяч человек неверующих встретились на встрече выпускников после 20 лет, когда они окончили школу. И вы знаете, это неверующие люди, когда встретились уже мужчины, одноклассники, о чем они говорили? Два вопроса. Где работаешь, сколько там тебе платят? Женщины, они спрашивали, замужем ли ты и сколько у тебя детей? Хочешь, не хочешь, это глубоко в нас. Поэтому я думаю, что этот момент в жизни Петра был один из сильных моментов, когда он испытывал такие подступающие к нему негативные чувства. потому что он понимал, что нечего продать, он устал, он ночь не спал, вымокли, и нужно возвращаться к своей семье. знаете, именно в этот момент Господь приходит к нему. Почему так порой происходит? В Слове Божьем написано, что жертва Богу дух сокрушенный, и сердце смиренного ты не презришь, Боже. Знаете, наверное, когда Иисус вошел в лодку, которая была Петра, Петр даже удивился. Господи, ну там есть ученики, которые, рыбаки, которые, ну у них лучше, у них получилось, я, может быть, сейчас в этот момент недостоин. Вы знаете, когда вот мы приехали с больницы, мы еще три дня ждали доплатного УЗИ, подумали, может быть, врачи допустили какую-то ошибку, в бесплатной клинике съездим в платную. И мне нужно было идти на молодежное служение. И я помню, как подступило такое определенное отчаяние к моему сердцу. Я сказал своей жене, что я могу сказать на молодежном служении, я, наверное, не пойду, попрошу кого-то провести. И в этот же самый момент через 30 секунд пришло СМС-сообщение, в котором были написаны такие слова. Бог по кратковременному страданию вашим да утвердит вас, да укрепит, да соделает вас непоколебимыми. Это было СМС-сообщение от наводится служителей нашей церкви. Знаете, мы встали на колени с женой, мы помолились, и я ощутил, как обновляющая сила Господа обновила меня. Я был на молодежном служении. Бог давал благословение, давал устройство, и работа Божья совершалась. В каких сферах порой мы в этой ночи терпим неудачи, какие-то разочарования. Это сфера нашей работы, это сфера, может быть, нашего здоровья, это сфера взаимоотношений с людьми, возможно, с родственниками, возможно, кто-то дружил, и шло к созданию семьи, и тоже в этой сфере произошла ночь, расстались отношения, давай будем друзьями, как иногда говорят, красиво, да, и есть тоже это разочарование. Может быть, это служение, может быть, еще что-то, продолжите этот список для себя, но я хочу сказать, что Господь находит нас в такие моменты. Он приходит в нашу жизнь тогда, когда мы устали, тогда, когда мы находимся на своем берегу разочарования, когда, возможно, мы уже готовы вымыть эти сети и повесить их, сушить, оставить свою лодку и идти, как говорится, вот в таком вот положении дальше. Он приходит в нашу жизнь, и Он хочет совершать свою работу. Я хочу просто обратиться, сегодня я, ну, настолько, Александр не знал, о чем я буду говорить, но я увидел созвучность того, что Бог запланировал говорить в этом собрании, это Божье водительство. Если мы будем просто находиться на нашем береге разочарования, если просто мы будем смотреть образно в эти пустые сети, если мы просто, ну, не сможем отплыть от Него, а это так непросто, думать о том, что у тебя не получилось, то мы никогда не сможем увидеть того, что хочет Господь, чтобы мы увидели в нашей жизни. Он увидел две лодки. Иногда нам кажется, что Бог не видит мою ситуацию, но я хочу подчеркнуть, Он увидел две лодки, и Он знал, что происходит. Когда-то женщина, страдая, она тихонько коснулась Христа и хотела утаиться, и Иисус остановился, и ученики, Он начал спрашивать, кто коснулся Меня, и ученики, они по своей человеческой логике, они говорили, ты видишь, что народ теснит тебя, ты видишь толпу, Иисус. Но Слово Божие говорит, как смотрел Христос, но Он смотрел, чтобы видеть ту, которая сделала это. При всем множестве миллионов христиан, которые есть на этой земле, Христос видит ту, того, тебя и меня в твоей нужде и в твоем переживании. Даже не на мгновение не допускай мысли о том, что Бог забыл тебя. Знаете, очень часто дьявол нам подбрасывает вот эту идею, вы будете сами, как Боги, решающие, что добро, что зло. И многие соглашаются с этим вызовом. И когда нам больно душевно, когда нам больно физически, мы, как Боги, говорим, это зло. И я помню, знаете, своего сына, я чуть потом скажу, как Бог ввел в нашей жизни, когда я его поверл впервые на анализ крови с пальца. Ему было шесть месяцев. Я нес его на руках туда, в кабинет, и когда он протянул свою руку, тетя уколола, он посмотрел на нее, а потом на меня. Плач, такое непонимание. И на мгновение он где-то от меня отстранился. И мне так хочется на моем отцовском уровне объяснить ему, сынок, папа делает тебе больно не потому, что ему это приятно, но это надо для тебя. Нужно посмотреть твою кровь, нужно посмотреть, чтобы у тебя не было воспалительных процессов. Но ему больно, и нам порой больно. Если мы остаемся в этом младенческом уровне, мы обижаемся, мы обижаемся на Бога, мы обижаемся на близких, мы не понимаем. Я думаю, когда мы взрослые люди, нам где-то предстоит медкомиссия, ну вряд ли мы там плачем на анализе крови с пальца. Ну есть отдельные случаи, когда я знаю, что даже мужчины в обморок падали, то есть крови не могут видеть, это как исключение. Нам не ускажите, неужели когда мы получаем паспорт, у нас в пальце перестает быть болевое ощущение. Нет. Что поменялось? Мы понимаем, для чего это, мы понимаем, зачем это. Маленький не понимает. И Иисус в этот момент, Он говорит такие слова, Он просит Его отплыть несколько от берега. и сел, учил народ из лодки. Знаете, многие проповеди, которые я слышал, делают ударение на чудесный лов рыбы. Я вам хочу поделиться тем, что Бог помог мне увидеть, и я раньше все время это пробегал. Когда Он просил Петра отплыть от берега, и когда ему была нужна лодка, никаких договоров не было. О, Петр, я знаю твой вопрос. Давай, сейчас решим, там косяк, сейчас рыба будет проплывать. Ничего не было сказано. И иногда, знаете, Господь ведет себя таким образом, что нам по-человечески кажется странно. Люди пришли в пустыню, все хотят есть, давно не ели, и тут такой вопрос, где бы нам хлеба купить? И там подчеркнуто, говорил Он это не потому, что не знал, но Он испытывал, ибо знал, что хотел делать. Порою Господь хочет действительно показать нам наши мотивы и то, чему мы ищем. Притча о работниках виноградники, с первыми он договаривался о динарии, последним он просто сказал, идите, и что будет следовать? А что будет следовать? Да они рады были, что никому не нужны час стояли, и последние их пригласили туда. И вы знаете, что самое удивительное? Что с теми, с кем Христос договаривался, именно эти люди, когда получили, что они начали делать? Получив, стали роптать. Ты нас сравнял с ними, мы же такие авторитеты. авторитеты, с самого утра, да, к сожалению. Как опасно просто с Богом быть на договорах. Иногда, когда бываешь в церквях, я сталкивался, иногда небольших, иногда как бы с таким извинением, вы извините, у нас не так много людей собирается, там, тридцать, сорок, даже если два будет. Мы не договариваемся с Богом, Богу, создание нам там аудиторию попеть или попроповедовать. Одна душа достойна для того, чтобы служить ей. И это важно понимать. И Христос, Он просит, просит, чтобы мы отплыли от нашего берега разочарования. Мы часто думаем о своем разочаровании. Подобно ученикам, идущим в Имаус, мы только и разговариваем об этих событиях, и порой мы настолько печальны, потому что мы размышляем о том, что произошло в нашей жизни, о том, на что мы надеялись, о том, что случилось, и о том, насколько мы порой разочарованы, и мы идем в обратном направлении. От Иерусалима мы идем в Имаус, который переводится «теплые источники». Мы не замечаем, как мы начинаем охладевать в этой печали мирской, как мы начинаем просто все переживать, переживать, и идти в неверном направлении. И самое удивительное, что при всем этом Христос, сразу после своего воскресения, приблизившись, пошел вместе с ними. И тоже очень удивительно вот такое. Он задает вопрос, о чем это вы идете и размышляете дорогой? Ну, неужели ты не знаешь о событиях? О каких? Ну, знаете, я вот думаю, Господи, ты действительно не знаешь, о чем они разговаривают и о чем они печалятся? Да прекрасно, Он знает. Почему Он это делает? Он хочет нас вызвать на диалог. Он хочет нас, я бы сказал, вырвать с нашей печали, обратить внимание, я иду с вами, я хочу разговаривать с вами. И в этот момент они открываются их глаза, они возвращаются в Иерусалим и они говорят такие слова, не горело ли сердце наше, когда Он говорил с нами на дороге и изъяснял нам Писание. Слово Божие говорит о том, что когда умножаются страдания, то умножается Христом и утешение наше. Наверное, вы слышали такую историю, когда пляж и такой диалог, что Иисус рядом шел с человеком и вот следы двоих, а потом Он говорит, человек смотрит следы одного человека, говорит, Иисус, это, наверное, то время, когда тебя не было рядом. На что Ему Иисус отвечает? Нет, это то время, когда ты устал, когда ты упал, я взял тебя на руки и я нес тебя на своих руках, ты уже не мог идти, это мои следы. Я хочу сказать сегодня, братья и сестры, что Господь наш, Он с нами, и Он хочет в нашей жизни совершать работу. И вот когда Петр соглашается, Петр отплывает в этой лодке, написано, Иисус сел. Ну, наверное, у него была мысль, может быть, там с рыбой сейчас какой-то вопрос. Иисус сел и начал учить народ из лодки. Сколько это было? Одно могу сказать, в Евангелии от Марка написано, Иисус учил много. Много. Я думаю, минимум час. И вот какую я хочу, братья и сестры, сказать вам мысль еще. Бог силен служить другим людям через нашу жизнь тогда, когда наши вопросы еще не решились. это то, что переживал Петр. Его собственный вопрос еще не был решен. Но в это время он служил своей лодкой, он веслами греб, отплыл, и в этот момент Иисус служил другим людям, и Петр не видел ответа на свою нужду. Очень часто мы, знаете, как мыслим, вот, Господи, давай сначала решай мои вопросы, вот потом я послужу. Выиграю там миллион долларов лотерею, пятьсот тысяч там пожертвую. Я вас не призываю к лотереям, как бы. Я однажды вот эти, знаете, игрушечки вытягивать, там, мягкие. Слушайте, ну раз получилось с первого раза, потом чуть не подсел уже на это. Думаю, да не, я пойду лучше куплю. Сука, денег всадил в этот автомат. Я помню, однажды мы летели в Калининград с одним братом, он мне говорит, купи билеты. Он сам с Баранович, я дома бюджет, посмотрел как раз, ну вот, все деньги туда и обратно. Говорит, я потом тебе за свой отдам, возможно, нам дорогу туда возместят, а обратно, не факт. Ну, я взял, а знаете, что бюджет, общая жена говорит, ну как, а нам же надо ботиночки купить старшему и среднему. Я говорю, ну с поездки возвращаясь, купляю, ну смотри, знаете, хочется, чтобы все в порядке было. И мы поехали туда, служили четыре дня, потом приехал один брат, расположился, и он говорит, я хочу вам покрыть билеты в обе стороны. Фух, меня отлегло, то есть, ботиночки будут, но самое большое свидетельство было о том, когда в последний день подошла одна сестра. Я свидетельствовал только о своей семье и не говорил о нуждах наших. И она говорит, брат Евгений, дай мне, пожалуйста, размеры своего среднего и старшего сына обуви. Ну, удивительно, так знаете. Я жене позвонил, потому что мужчины не всегда это все помнят. Один раз в поликлинике я дату свадьбы спутал с датой рождения старшего сына, а сейчас у меня это четко, я помню. Все-таки пастор должен быть примером в этом. Выучил, поэтому, братья, если кто-то еще в этом хромает, ну, сделайте приятно своим женам, выучите. И, говорит, дело в том, что у нас был магазин детской обуви, он обанкротился, мы сейчас продаем, но Бог положил на сердце благословить старшего и среднего сына обуви. И она принесла это. Знаете, приятно, да, когда такие свидетельства. Иногда бывает по-другому. Но вопрос, ради чего ты служишь Господу? Просто ради того, чтобы Он тебя благословил, там еще что-то, что-то получить? Или ты просто не можешь по-другому? Ты все равно будешь Ему приносить свою лепту. И я продолжил молодежное служение, я продолжал его нести в тот момент, и я помню, как жена моя, она мне сказала, Женя, что-то потянуло меня на селедочку. Были переживания, было первое УЗИ, и у нас родился первый сын Елисей. Прошло три года, Господь нам дал по милости своей второго сына Тимофея. Прошло еще три года, Бог нам дал третьего сына Эмиля. Прошло еще три года, и по милости Божией мы ждем четвертого сына двадцать недель, мы не знаем, как еще его будут звать. Обратил бы молиться. Знаете, вспоминая сейчас, ты понимаешь, как легко было тогда сдаться, и может быть просто начать, когда у тебя скудость, нам свойственно, как той женщине вдове из сарепты говорить, у меня осталось немного, я испеку для себя, для сына своего, съедим и умрем. И вы знаете, Божий принцип говорит по-другому. Ильей сказал, да, ты сделаешь так, как ты говоришь, но прежде сделай для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. И она поступила вот так, как говорит Бог. И написано, кормилась она, кормился дом ее, мука не истощалась и масло не убывало. Знаете, почему многие христиане потеряли этот елей? Почему они потеряли это масло? В какой-то момент они перестали стоять на основании того Божьего принципа, ищите прежде Царствие Божие, правда, его остальное приложится. И такие уже образно потом начинаются вопросы, мне надо там о семье, еще что-то. Все это надо и все правильно. Но вопрос, если ты уже не веришь в этот принцип, ты начинаешь жить просто как светский человек. И ты не увидишь благословения. Павел писал о Тимофею, он говорил, я не имею никого такого равноусердного. Почему? Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Господу. Мы говорим Богу, Господи, я пойду за Тобой, но позволь мне прежде. И вот мы подобно говорим, да, я готов Боже послужить Тебе, я готов там быть, но позволь мне прежде вот этот вопрос решить, вот этот, вот этот, вот этот. И порой жизнь проходит наша. И в нашей жизни это может происходить, мы можем ободрять других тогда, когда мы можем быть сами нуждаемся в ободрении. Я помню однажды я был простыл немного, и знаете, некоторые супер духовные сразу сказали, как это так служители тоже простывают, ищи там в себе, таким людям обычно не звонишь в церкви. Вот представьте, просквозило ухо, позвонил одной сестре, говорю, ухо просквозило, наверное, не то я что-то слухал. Но кто его знает, если так уже мыслить, то далеко дойдем, как бы. А когда потом у самого говорю, а что у вас теперь там недомогание было? Ну, Господь, кого люблю, того обличаю, наказываю. Но я помню, как подошла одна сестра и говорит, у меня есть заболевание, я попрошу помолиться вас, и я сам себе внутренне, ну как, я сам сейчас простывший, и к моему удивлению, помолившись за нее, ее исцелил Господь. Господь силен служить другим через нас даже тогда, когда мы порой не видим решения наших вопросов нашей собственной жизни. И я хочу сказать, преодолевайте разочарование, преодолевайте какие-то берега вот этого отчаяния. Написано, когда помолился Иов, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. У него еще потеря, у него еще не возвращено, Бог говорит, иди помолись. Представьте, каково еще помолиться после того, что он слышал от них, но он преодолевает свое. Множество героев, я просто на память их вам хочу привести. Давайте вспомним Иосифа. Скажите, был ли у него повод роптать на Бога и оставаться на своем береге разочарования? Родные братья предали. Только достиг в доме Патифара вроде какого-то устройства, оклеветали. Вот в темнице находится. И там есть удивительная такая вещь. Два человека приснилось им что-то не то. И они в смущении. И Иосиф спрашивает их, отчего вы в смущении? И он начинает им служить тем даром, который был у него от Господа. Толковать сны в то, что он имел. Знаете, по-человечески подумать, Иосиф, тебе это надо? Там им соснило что-то? Да ты им расскажи свою историю. Я здесь ни за что. Я там достиг, меня оклеветали, я потерял. Но он преодолевал то, что ему было поводок масса роптать, и дьявол покажет, и служил. И вы знаете, именно благодаря тому, что он продолжал служить, это его вывело в свое время из темницы. Тот человек, который выходил, он сказал ему, вспомни обо мне, когда тебе хорошо будет. И тот сказал, да, да, наверное, пообещал, но написано забыл. Прошло два года, Бог отнял сон, и он вспомнил молодого еврея, который толковал сны. И вы знаете, пришел этот час в жизни Иосифа, когда его вывели, дали жену, одели цепь, переодели, и он второй человек в Египте. Скажите, если просто он допустил в свою жизнь эту горечь, допустил в эту жизнь разочарование, как бы его жизнь могла закончиться, большой вопрос. Но он продолжал служить, преодолевая свои собственные какие-то переживания. Еще один пример я хочу привести. Давайте вспомним маленькую девочку из земли израильской. В чужой земле возможно убиты родители, пленница, служанка. Но о ней написаны такие слова, но она служила жене Неймановой. и сказала, она увидела человека в проказе, ее господина, этого начальника, который, возможно, был ответственен за то, что ее родители погибли. Тот, который ее лишил родины, принудил жить в ее доме и быть служанкой в ее доме. Возможно, если бы этого в сердце не было преодолевания, вот этого разочарования берега, кто-то бы сказал, увидел бы проказу и сказал, будет знать, как с народа Божьего забирать, правильно? Но какое сердце у этой девочки? И очень важный момент, в начале она служила, а потом она сказала, если мы не служим людям, сложно воспринять то, что мы говорим. Очень важно служить, очень важно проявлять и дела нашей жизни. И когда она сказала, Нейман поехал туда, получил свое исцеление, и как вы думаете, когда он вернулся домой, как он относился к этой девочке? Я думаю, что, скорее всего, как к дочери, а возможно, он ее отпустил, потому что он встретился с Богом, познал Бога, получил исцеление благодаря ее словам. Как многие люди потеряли свое благословение из-за того, что не могли отплыть от своего берега разочарования, не смогли справиться с этой горечью. И это порой бывает непросто. Это несправедливо, это трудно, это тяжело. Но я просто хочу сказать, когда Господь тебя просит, знаете, можно по-разному мотивировать, можно пугать, можно финансово смотивировать, можно на эмоциях, но я нахожу Бога, который всегда говорит, если хочешь, следуй. Он просил. Давайте откроем еще одно место Священного Писания, Римлянам, в 12 главе, мы читаем такие слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, я вас умоляю». Интересно, кому эти слова? Кому эти слова о служении? Эти слова к уверовавшим христианам в церкви в Риме? Казается, иногда нас надо умолять Божьим милосердием, служи Богу, пусть твое служение будет этой жертвой, приятной пред Господом. И иногда, знаете, на гуманитарную помощь, когда сделаешь объявление, принесите, нужна помощь, и люди говорят, такую жертву принесли, шкаф почистили, старые вещи выбросить жалко, отдадим на гуманитарную помощь. Одна жена мужу говорит, так а что ты мне за шубку норковую купил? Он говорит, ну ты ж просила норковую, говорит, вот эти дырки, это норки, там попрогрызали, знаете, жертва это, когда действительно для нас это трудно, для Иосифа это было трудно, для маленькой девочки это было трудно, для вдовы это тоже было трудно, это своего рода отдать последнее. И Петр доверился этому. Последнее, что я хочу сказать, когда он перестал учить, он не похлопал Петра по плечу, спасибо, давай к берегу, он с самого начала знал его вопрос, с самого начала, он все знал прекрасно, но вы знаете, кто видит ответы в своей жизни и благословения, те, кто правильно расставляет приоритеты, сначала учить народ, сначала царствие Божие, сначала служение Богу, и пусть этот принцип будет всегда, потом остальное прилагается, иногда нам хочется, пусть сначала приложится, потом я уже буду, как говорится, служить. когда он перестал учить, он сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Конечно же, Симон привел в ответ, мы трудились, но все же он доверяется Слову Бога. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Пришел тот момент, когда та нужда, которая беспокоила, которая волновала, она была отвечена Словом Господа, Его особым благословением, которое он послал в жизнь апостола Петра. Люди услышали Слово, люди получили благословение. Молодежь, кто не создал еще семьи, служите Богу, отплывайте с Ним на глубину, придет время, забросите ваши сети, пойдете под венец, Господь благословит вас мужем, женой, молитесь об этом, я верю в это. Это есть в планах Божьих, у Него свои времена и сроки. Может быть, какая-то семья ожидает пополнения, и сегодня нету еще, как бы говорится, вашей жизни этого устройства, может быть, вы пережили что-то подобное, что пережили мы в нашей семье, мы ничем не лучше вас, вы просто увидели очередную милость Божию, которую Бог хочет являть каждому человеку. Может быть, сегодня с работой, мы живем в это время, когда не так просто, вы проходите непростой период, я вас просто умоляю милосердием Божьим, оставайтесь верны, прежде всего, десятине. Если где-то Бог побуждал, конечно, пусть Бог даст вам мудрость, но порой служение это жертва, и не уйдите в сторону просто жить для себя, потому что вы потерпите и в этом фиаско, держитесь этой линии, где Бог хочет обильно благословлять. Мы как-то были еще на одной молитве, хочу засвидетельствовать, и молитва, ну, на наш взгляд, была достаточно, могла бы быть лучше, и потом мы со служителем, который вел эту молитву, разговаривали, и говорим, что, ну, как-то друг друга поутешали, говорит, может быть, так Бог хотел, чтобы люди не выходили, еще что-то, а потом он позвонил мне через две недели, говорит, Женя, я хочу тебе сказать свидетельство, я говорю, какое. Когда вот такая тихая молитва шла, и мы просто молились 20 минут, никто не вышел, одна из наших сестер, она говорит, и она услышала, как к ее сердцу обратился Господь, у нее девочка, которая с самого детства сильно заикалась, не могла говорить, ей было, по-моему, 5-6 лет, и в этот момент она услышала, как Господь сказал, я исцеляю дома твою дочь, она была дома в этот момент, это был семейный вечер, она пришла домой, и ее девочка говорит полностью, и она исцелена от заикания, слава Иисусу. Знаете, порой мы думаем вот так, там по-разному, но просто продолжи делать то, что ты делал, может быть, еще с большим посвящением, еще с большим усердием. Описано, пойдите, покажите священнику, Христос им сказал, и когда они шли, они очистились. Продолжай идти за Богом, продолжай двигаться за Ним, продолжай выполнять то, к чему Он тебя призывает. Ему нужна твоя лодка, Ему нужна твоя жизнь, Ему нужно твое посвящение, Ему нужна твоя жертва. Может быть, эти семена сегодня со слезами, может быть, сегодня ты сеешь в уничижении, ты унижен по-человечески в глазах других людей. Но я помню слова того человека, который, когда он мне на складе сказал, кому-то Бог помогает, и все смеялись. И я вам скажу, как свидетельство, рядом со мной стояла неверующая девушка, они пять лет с мужем тоже лечились, и у них не было детей, Наташа ее звали. И я знаю, что в тот момент, когда этот человек это говорил вслух, он бросал вызов не мне, он не ужал не меня, он бросал вызов Богу. И я посмотрел так, мне было больно, мне было тяжело, но Бог дал силы, и я ответил, и сказал, придет время, и на нашей улице будет тоже праздник. А потом повернулся к этой Наташе и сказал, Наташа, я знаю, что ты тоже ждешь ребенка, я буду молиться, чтобы тоже в твоем доме пришел этот праздник, и я верю, что еще придет то время, когда вашего ребенка я подержу на руках. Прошло время, у нас родились дети, и у этой Наташи вместе с ее мужем Олегом родилась прекрасная девочка, и я держал ее на складе, на руках она привозила, с радостью неверующий человек. Я желаю, братья и сестры, чтобы, когда мы держим, для меня великий пример Иисуса Христа, Он взял два хлеба, несколько рыбок, и там такие замечательные слова, и возрев на небо, возблагодарил. И воздал славу Богу, и благословил. Задай себе вопрос, когда в твоих руках нужда, что слышит небо? Может быть, ты это проклинаешь, может быть, ты этим недоволен, может быть, сегодня те обстоятельства, образно которые ты держишь в своих руках, ты ропщишь на них. Но я хочу сказать, ты никогда не увидишь благословения, приумножения того, что ты имеешь, если ты не научишься смотреть на небо, благословлять то, что ты держишь в своих руках, то малое, и воздавать благодарение. Писание говорит, вера, в которой вы преуспеваете, в Колоссянах, и там написано, с благодарением. Это важный принцип. И я просто хотел бы, чтобы мы сейчас молились, братья и сестры, молились о том, чтобы мы принесли еще для Бога свой плод. Самое удивительное, что когда они споймали эту рыбу, наверное, многие бы на месте Петра сказали бы, сегодня тоже это есть, Иисус так здорово получается, давай еще разок, еще, еще. И иногда порой эти нужды только материальные, только бы споймать, только бы словить, но там написано, следуй за мной. И он, оставив все, последовали за ним. А для чего было это? Чтобы ты понял, что я Господь. Если надо, я благословлю тебя сверхъестественным образом. Но я хочу, чтобы ты умел и умело доверяться мне и преодолевать свои обстоятельства. Знаете, братья и сестры, я вам хочу сказать, я не какой-то миллиардер, и не говорю, что в моих жизнях нету каких-то трудностей или обстоятельств, но я хочу сказать, я никогда не нуждался в хлебе насущном. Бог заботится. Когда приходили трудности, обстоятельства, Он выводил. И нет большего счастья сегодня, как служить Ему. И я просто вас тоже призываю, каждого, какой бы период сегодня не был в вашей жизни, как когда-то сказал Давид, благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Это было то время, когда Он убежал от царя, пуская слюну по бороде. И Он все равно говорит, я благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно. Он едва остался живым. Ему нужно было притворяться безумным, но Он все равно остался благодарен Господу. Давайте встанем сейчас для молитвы. Мы будем обращаться к Господу, будем молиться, будем просить Его, чтобы Он Духом Божиим еще касался наших сердец. Слава Тебе. Вы охладели отношения с Богом, но охладели по той простой причине, что именно вот в такие моменты испытания в вашей жизни вы негодовали на обстоятельства. И где-то неосознанно даже это переносилось у вас на Бога. Я не знаю, выражалось ли это устами или внутренне. Вы просто, как Христос, написаны такие слова, зная, что ученики ропщут на это. Говорили, что за странные слова, кто это может слушать? Он им сказал, это ли соблазняет вас? К сожалению, многие из них, они не разобрались. Вот с этим отдалением и написано, по прошествии времени многие из них отошли и уже не ходили с ним. Сегодня Господь хочет убрать эту стену от вас. Он хочет показать вам, что Он есть Бог, который не только Бог днем, но и Бог, который Бог в этой ночи. и Бог в этих обстоятельствах. Вы просто можете пройти вперед. Не знаю, назовите это как хотите. Может быть, это покаяние, может быть, это просто признание Господа, что мне не хватило силы достойного этих обстоятельств продолжить свой путь. Но я хотел бы, чтобы мы помолились за вас, чтобы вот какую-то вот эту стоящую преграду, которая охладила ваше отношение с Богом, именно вот за этой неправильной реакцией Бог разбил, убрал. Мы будем молиться сейчас. Я знаю, что всегда это решение. Пусть Бог поможет. Кому нужна эта молитва, мы готовы за вас помолиться. Будем молиться. Аллилуйя. Слава тебе, Боже. Благодаря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok